здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет называться август дела садовые 3 серия приглашаю вас в мой сад и хочу вас всех поблагодарить за ваши добрые комментарии за ваш позитив я хочу вам сказать спасибо за то что вы неравнодушно отнеслись к моей проблеме с дроздами они измордовали в этом году все мои растения но вы насоветовали мне много всяких полезных лайфхаков и все я это буду пробовать и я вам обязательно покажу в своих видео что работает и если работает то как это все выглядит а еще я хочу поздравить клавдию кириленко с победой в конкурсе на самый лучший венок и на самый красивый венок клавдия я вас поздравляю с победой а еще и вас поздравляю с тем что у вас потрясающие друзья такая знаете надежная опора которые просто голосовали за вас очень очень дружно и весело и рачка сальникова огромное количество набрала голосов это второе место не могу оставить без внимания потому что так постаралась и что даже саткала венок на ткацком станке и вплела туда рябину овес и прочие растения в общем изумительные потрясающие вещи конечно и решение оставлю это без внимания и пришлю тоже подарок обязательно я подхожу кабачкам и кабачков мне совершенно-то и не видно а это означает что просто загущенность стала очень высокая да вот их с трудом можно разобрать и вот я беру и вот так вот удаляю листья излишние которые нарастают в большом количестве секатором или просто вот так вот удаляю их для того чтобы было так чтобы я видела кабачки кабачки видели меня тогда они будут расти прекрасно им хватит воздуха света никакого ухода у меня больше нет под мульчи не растут сорняки сейчас идут дожди и влаги вполне себе хватает абсолютно всем единственное что я сейчас делаю это разрежу кабачки и покажу вам как это все выглядит ну в общем то листов я удаляю довольно таки много то же самое я делаю с тыковками чтобы тыковки можно было видеть все и они чтобы меня видели из листиков и тогда тыковки будут счастливенькие и развиваться хорошо а в тени без солнца без воздуха конечно же они растут плохо и гниют вот видите это не то чтобы там 3-4 листа это прямо кучка ученная такая здоровая хотя посмотришь на кабачки на тыквы вроде бы у всех всего хватает фотосинтез у всех есть все довольны все смеются но тем не менее загущенности никакой уже нет я вижу кабачки кабачки видят меня все хорошо алена в контакте спрашивает что я готовлю из кабачков помимо супа пюре помимо овощных рогов ну конечно же что-то овощное если не фаршировать его мясом это тоже кстати но такое распространенное блюдо но сегодня я покажу что приготовила с добавлением кабачков на рынок я не хожу поэтому бегу в огород снимаю фасольки снимаю перчик и конечно же кусочек кабачка отрезаю сковороду добавляю 50 миллилитров воды соломкой нарезаю все свои овощатки и отправляю их слегка потушиться я добавляю вот такой вот острый соус масло я не добавляю потому что я сейчас на снижение веса солю перчу по вкусу закрываю крышечкой перемешиваю все и томлю добавляю конечно же свой любимый укропчик а чуть-чуть потомившись минут пять я добавляю сюда обезжиренный творог или маложирный творог это получается белковая еда с овощами мне нравится и вес сходит готовлю на большом огне быстро чтобы все было аль денте чтобы все хрустело комбинация овощей меняется со страшной силой это и баклажаны и морковка и все что угодно горошек кукурузка и белок тоже совершенно разнообразный говядина яйцо курочка креветки но неизменным остается всегда кабачок дыни нескончаемым потоком у нас очень вкусные есть разные размеры есть даже размером с большое яблоко но вот такие некрупные и все равно они очень все сладкие и вкусные я напоминаю вам что это вот такой сорт сроки вызревания прошли у бахчи у арбузов и дынь и начинает листва увидать это означает что пора снимать все плоды и в общем то уже отправлять их на хранение есть вот такие вот что трещат даже уже арбузики дыньки мы все собрали кушали их с удовольствием в общем заканчивается у бахчи сезон и пора все убирать остатки бахчи я полностью все убираю и досочки убираю на которых все это росло развивалось а я не буду вырывать растения корни а корни останутся в земле для того чтобы эти корни сделали структуру земли пористой потому что это новая у меня теплая грядка и здесь еще нужна такая вот пористая структура а также я сейчас посею здесь горох пилюшка и закрою все еще с кушатой травой которые чтобы у меня здесь и сидераты поросли и в общем-то микроорганизмы не остались на зиму голодными чтобы они питались у нас вот так мои друзья сейчас все сделаю и покажу посеян горох пилюшка теперь бахча отдыхает она припудрена мульчей будет мульчи больше я еще слой добавлю примерно до 5 сантиметров горох прорастет и своими корнями улучшит структуру почвы а когда он ляжет и зимой это будет питание для микроорганизмов организмы сделают землю еще плодороднее петрушку срезаю оставляю от земли 10-15 сантиметров и она вновь отрастает вот таким вот пышным пучком руккола отросла жирненькая кушаю вовсю же но ее тоже если полностью ее не вырывать то снимаешь листья от этого она еще только гуще становится начинаю выполнять заказы по клубнике вот такие вот будут получать растения мои покупатели я думаю что им будет приятно да поиметь такое растение с такой хорошо развитой корневой системой и листовым аппаратом они хорошенькие счастливенькие бархатцы полную силу начинают цвести немножко тронешь их вот так вот ручкой и они тут же тут же как запахнут быть не дотронешься нечаянно а запах с такой облако поднимается такие хорошенькие мельба вот она торжество урожая яблоки наливаются вкусные сладкие тыквы как китайские фонарики красивые нарядные горох снимаю с опор и укладываю вот такие полусухие плети укладываю в грядку они еще будут служить мульчей и едой для микроорганизмов а сами опоры аккуратненько складываю завязываю вот такой вот пучок и до следующего года убираю их под навес сегодня жарко и бусинка ищет любые укромные места куда бы спрятаться я вам сейчас покажу как дуся относится сочувственно ко мне когда я делаю маску для лица она думает что я раненый боец и всячески пытается мне помочь морально это очень смешно но если базилик отрастает постоянно то кинза кориандр необходимо постоянно постоянно подсевать где-то каждые две недельки я подсеваю маленькие вот такие вот кочечки вот сейчас уже сострижен весь кориандр но вот этот сорт я почему сейчас как бы заостряю внимание вот этот сорт кориандр санто его состригаешь и он отрастает вновь но если только его оставлять примерно сантиметров 15 от земли чтобы были пазушки листьев это конечно очень такой приятный бонус но тем не менее я уже вижу что пошли вот такие листья а это уже цветушись начинается и я подготовила новое местечко и вот у меня будет такой посажен сейчас кориандр я сею небольшими пятачками но чистил бы сильно не пересыхала у меня здесь местечко в котором я посеяла кинзу я конечно же его немножко замульчировала просто слоем тоненьким даже меньше сантиметрика прямо пол сантиметрика мульча будет держать влагу ведь я томаты фактически не поливаю а значит могу и про это дело забыть а под мульчой будет влажно хорошо кинза взойдет и будет урожай для тех кому с трудом верится что земля в теплице влажная без поливов под мульчой давайте вот просто с вами накопаем какой-то вот накопаем накопаем вот уже ощущаю я все влажно я уже все ощущаю никакой пересушенной земли там довольно таки прохладненько довольно таки влажненько ну правда корни и вот все вот это вот рыхлая значит разлагается мульча все вот это вот рыхленькая такое воздуха влагопроницаемая земелька очень хорошая вообще не сухая у меня в теплице живут очень странные осеньки осаньки они не летают не мешают ничего не делать их вообще обнаружила случайно вот так вот увидела за физалисом вот они на своем гнезде шебуршатся гнездо увеличивается понемножку совершенно понемножку и по голове их увеличивается но они какие-то не летающие а как ползающие очень интересные осеньки сейчас я показываю вам томат который называется сахарная слива интересный очень томата спеет как яблочко выглядит как яблочко даже муж отметил что вы это скорее даже яблочко они помидорка какая-то по внешнему виду в общем вид конечно же прекрасный это невысокий томат приблизительно 60 сантиметров вот усыпанный вот такой вот такими вот красивыми тиграшками полосатыми и сейчас мы с вами его разрежем и попробуем попробуем какой же он на вкус яблочко и яблочко на внешний вид просто прелесть в разрезе обычный красный на вкус кислый для меня нет этому томату очень красивый но вкус не мой а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока